С максимальным удобством для детей. Исходя из этого правила, в отоларингологическом отделении детской областной больницы началась новая страница своей собственной истории, где первая глава, капитальный ремонт и прибавление к названию отделения. Теперь оно носит имя доктора медицинских наук, президента канадского фонда пластической и восстановительной хирургии лица университета Торонто Питера Адамсона. Знаменитый во всем мире пластический хирург вот уже несколько лет спасает жизни маленьким пациентам со сложными диагнозами в стенах ульяновского медучреждения. Канадский врач посещает наш регион благодаря совместной работе над благотворительным проектом «Лицом к будущему». В следующем году специалист из Канады войдет в двери уже обновленного отделения с новой мебелью в коридорах, палатах, кабинетах и сантехникой в туалетах и душевых. Мы сделали все, чтобы им было здесь удобно и весело. Сделали хороший ремонт с картинками, повесили телевизор в местах ожидания, где у нас проходят мультики, когда они ждут манипуляции или перевязок или осмотра доктора. В то же время туда мы включили профилактические разные беседы о правильном образе жизни, занятии физкультурой, что это им необходимо. Весь дизайн лор-отделения выдержан в едином стиле. Светло-желтые и бежевые стены с веселыми картинками обитателей тропических джунглей. К этим множеством в скором времени добавятся еще одни обновки. Операционный микроскоп и шейвер – аппарат для проведения сложных операций носа и на суставы. Но кажется, что в обновленных стенах операционных новыми красками заиграло и ранее купленное оборудование. Это современный лор-комбайн, который нам купили по модернизации еще до ремонта. Мы активным очень пользуемся. Это рабочее место врача-отлеринголога. Все манипуляции можно проводить на нем, можно просто смотреть пациента. Кроме того, здесь есть включение камерной доски. Мы можем посмотреть эндоскопически любое место, которое нам нужно. В игровую комнату завезли новые машинки, куклы и прочие детские забавы, включая бокс с так называемыми храбрыми игрушками. Их ребенок выбирает сам перед сложной процедурой или операцией. После выписки плюшевый персонаж отправляется с ребенком домой. Игровая комната, например, стала излюбленным местом в больнице у девятилетнего Кирилла. Я готовила, что будет. Как бы не очень. Нет. Зашли все чисто, красиво. Вот эти стены, то, что разрисованные такие. В общем, как бы не ждали. А шестилетнему Амиру в больнице больше всего нравится палата, потому что ребенок нашел там друга. Мне больше палат нравится. А почему? Он с другом подружился, да? Да. Мы вот в садик не ходили. Еще там много пасту. Ограждали его от общества, можно сказать. И вот здесь вот с ребятами он играет у нас прям за счастье. Чисто, светло, уютно. Стены расписаны. Вообще прям как-то это обстановка такая была доброжелательная. Спасибо. Именно такое название носит стенд с пожеланиями в виде дерева. Юные пациенты оставляют свои добрые слова в адрес. Врачи отделений без какого-либо принуждения от родителей. Об этом свидетельствуют ошибки, с которыми пишут ребятишки. Раньше крону дуба составляли только четыре листка с отзывами. Теперь же здесь их порядка 37. В год лор-отделение детской областной больницы принимает до 1200 маленьких юных пациентов. Старые невзрачные кабинеты для них теперь останутся в прошлом. Рината Алиулова, Александр Кудряшов. Новости Ульяновской правды.